Практиканты Зайцы, студенты Ивановского автотранспортного колледжа уже неделю работают на администрацию с глобальным прицелом подсчитать городские пассажиропотоки. Начали с троллейбусов, со среды пересели на автобусы и маршрутки. Трудятся в две смены. Первая с 7 утра до 2 дня, вторая с обеда до 9 вечера. Садятся в транспорт на конечный и катаются туда-сюда весь день. В руках каждого учетчика анкета. Час-пики бывают, что пассажиров много выходят и не получается одному посчитать, сколько посчитанного. В общем, мы сидим в троллейбусе по два человека. Один сидит в первую вторую дверь считает, другой в третью. Анкеты, собранные студентами, будут обрабатывать специалисты научно-исследовательского института автомобильного транспорта. С ними мэрия заключила контракт. Данные позволят понять, какие маршруты в Иванове самые востребованные, какие нет, в какое время час-пик и как можно оптимизировать схему передвижений. Также изучается транспортная сеть, документы социально-экономического развития города, стратегические документы для того, чтобы потом в прогнозной перспективе тоже сформировать маршрутную сеть с учетом перспективы. В масштабных полевых исследованиях принимают участие около сотни студентов. По 8 часов в день они трудятся пока бесплатно. Но в мэрии обещают придумать способ материально отблагодарить трудовой отряд. Первые выводы о пассажиропотоках пока непрофессиональные и приблизительные можно делать уже сейчас. Больше пассажиропоток, наверное, на 8-м троллейбусе. Ну и я считаю, наверное, чем больше троллейбус, чем больше маршрут, тем больше пассажиропоток. Ну и, наверное, я считаю, главный конкурент троллейбуса – это автобус. Если, например, в какой-то местности нет автобуса и ходит троллейбус, ну тут, я думаю, говорить не надо. Конечно, там будет хороший пассажиропоток. Методика подобного исследования наиболее эффективна, рассказывают специалисты. С советских времен ничего лучше такого подсчета по головам не придумали. Сбор данных продлится до 15 ноября. Дальше сотрудники исследовательского института проанализируют материалы и к весне будущего года подготовят практические рекомендации, которые должны улучшить ситуацию с пассажирским транспортом в областном центре. Возможно, по итогу в городе появятся новые маршруты или исчезнут какие-то из уже существующих.